Вакцина прививается России Вакцина прививается России с пневмококковой инфекцией Будут бороться местными средствами 1. Газета «Коммерсант» номер 38 от 4 марта 2019 года Строение 10 нанолик, принадлежащее Роснаной родственнику вице-премьера Татьяны Голиковой Владимиру Христенко В 2022 году намерена занять половину российского рынка вакцин от пневмококковой инфекции Объем рынка таких вакцин сейчас составляет более 6 миллиардов рублей Главным игроком на нем является Петровакс Владимира Потанина Которая поставляет американскую вакцину от Pfizer в рамках газзакупок Нанолик вкладывает 1 миллиард рублей в организацию полного цикла производства вакцины от пневмококковой инфекции Она используется для профилактики в том числе менингита, бактерии и меи тяжелой пневмонии По данным Нанолик, объем рынка пневмококковых вакцин в России составляет 6,63 миллиарда рублей Из которых 4,4 миллиарда рублей приходится на национальный календарь профилактических прививок НКПП Закупки для нужд календаря осуществляет Мездрав С 2014 года все тендеры на поставку пневмококковой вакцины выигрывает Петровакс Входит в Интерос Владимира Потанина Компания поставляет вакцину Привинар-13 от американской Pfizer Эксперты признали всплеск Кореи в России Свой аналог в Нанолик планируют выпустить на рынок к 2022 году, пояснили твердый знак в компании Там также отметили, что за счет собственного производства субстанции стоимость аналога будет на 20% ниже цены Привинара-13 Максимальная стоимость американского препарата достигает 1,6 тысяч рублей за дозу Данные Газреестра предельно допустимых цен на ЖНВЛП В Нанолик рассчитывают занять 50% всего российского рынка пневмококковых вакцин При этом в компании заявляют, что планируемый объем производства вакцины 10 миллионов доз позволит полностью покрыть потребности России и стран СНГ Производитель намерен экспортировать не менее 20% вакцины от всего объема выпуска Нанолик производит вакцины, а также антиретровирусные, орфанные и другие препараты Компания на 100% принадлежит кипрскому Конечными бенефициарами которого являются Роснана, 33,33%, а также Владимир Христенко, сын бывшего министра промышленности и торговли и нынешнего супруга Татьяны Голиковой Виктора Христенко, гендиректор Нанолик Михаил Некрасов, Евгений Вайнштейн и Андрей Реус Выручка компании в 2017 году составила 2,7 миллиарда рублей, чистый убыток – 135,8 миллиона рублей Российская вакцина от пневмокока должна была появиться на рынке еще в 2017 году Об этом в 2015 году заявляла министр здравоохранения Вероника Скворцова, добавляя, что она будет дешевле американской на 30-40% Впрочем, по мнению заместителя гендиректора Ивана Глушкова, если аналога действительно будет дешевле, министерству будет не важно, российского он производства или зарубежного Господин Глушков также отмечает, что появление конкурента не окажет значительного влияния на общие показатели Петровакс, локализовавшие в 2015 году производство Привенера-13, так как основными продуктами компании является собственная противогриппозная вакцина В Петровакс от комментариев отказались Почему Нанолик отказался от планов по спик смен промторгам? В январе 2018 года Нанолик планировала заключить с Минпромторгом специнвестконтракт, спик В рамках этого проекта компания должна была вложить 3 миллиарда рублей в организацию производства вакцин против ротовирусной инфекции ветряной оспы Но в мае прошлого года президент Нанолик Владимир Христенко заявил, что компания отказалась от этих планов, так как спик не гарантирует спроса на продукцию Вместо этого предполагалось заключить с Министерством офсетный контракт, по которому Нанолик могла бы стать эксклюзивным поставщиком на определенное количество лет Определиться с новым форматом работы с Минпромторгом в компании планировали до конца 2018 года Возможность заключения с Министерством офсетного контракта рассматривается до сих пор, пояснил твердый знак господин Христенко Для этого необходимо знать, каковы будут потребности гарантированный объем спроса По его словам, в Нанолик ожидают, что в ближайшее время Минпромторг и Минздрав сформулируют официальный запрос государства на количество и вид необходимых вакцин Мария Котова